Морской бой Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте Есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом Забыл сказать самое главное На сервере нету доната Вообще никакого Поэтому если интересно, то вся информация в описании Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Новости в GTA Samp Это очень странная вещь Потому что я до конца не понял, как она работает В одну неделю новостей может быть Вернее их может вообще не быть То есть все новости сведутся к какому-то одному инфоповоду По типу того, что там знаете Влад Гантеля бухой на стриме Начал там что-то говорить Марасу Шакуру Марасу Шакуру это все не понравилось То есть он начал там как-то активно со всем этим враждовать И все новости потом сводятся к тому, что Тот сказал это, этот сказал вот то И по итогу мы получаем то, что оба они говорят примерно вот это вот И из всего этого складывается новостная сводка В таких журналах, как LiveSamp, Some World Но Rockstar Bombit это еще те... Я не буду их, знаете, тут никак обзывать Мне, в общем-то, до них дела никакого нет В общем-то, просто люди, которым наплевать на проблемы других людей И тут сейчас я сижу и листая всю эту новостную сводку Я до конца особо сильно не понимаю, что происходит И как на это все реагировать Вот, допустим, сегодня мы с вами обсудим новые интерфейсы на Arizona RP Эти самые интерфейсы, они как бы, ну, наверное будут крутые Наверное будут еще какие-то Потому что я листаю, листаю и новости, которые там идут Они не заканчиваются То есть они все идут, 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 идут А я думаю, господи, чуваки, может мы уже как-то закончим со всем этим? Потому что нужно же уже какие-то другие вот это И причем все новости, они в той или иной степени Ну, я даже, я не знаю, как все это описать Как все это рассказать и так далее Там, знаете, и Redfire, и на Arizona Mobile что-то происходит И вот все прочие вещи там идут И я в целом, я не понимаю, что мне из всего этого обсуждать То есть, ну ладно, давайте я вас просто не буду грузить всеми вот этими, знаете ли, своими проблемами А сейчас просто мы с вами обсудим новое обновление на Arizona RP Потому что это тот проект, на котором я в данный момент снимаю и играю, по крайней мере, на геймплей Поэтому давайте все это, так знаете, обсудим Arizona Roleplay обновят интерфейсы Их можно будет свободно передвигать по экрану, как окна Windows И давайте сейчас обсудим каждый из всех вот этих вот интерфейсов, которые нам тут представили Как лично я понимаю, все эти интерфейсы, они будут работать только через лаунчер Поэтому, если вы еще его не установили, то, чуваки, чего вы вообще ждете? Голосовой чат, модпак от сервера, официальный То есть, дополнительные машины, много всего Я уже обо всем этом рассказывал Дополнительные машины, если честно, мне не особо нравятся Но в целом, наверное, да и они имеют право на существование Хотя, ну, я никому как То есть, вот на Arizona RP есть дополнительные машины Я об этом уже рассказывал и там, знаете, бомбил Потом я выпустил опровержение на то, что на самом деле вот эти вот все дополнительные машины Они заменяют уже действующие машины Они как бы непосредственно от них, независимо от них работают И там, в целом, все вот так, знаете, замечательно идет Поэтому, да, давайте сейчас перейдем к самим фейсам на интерфейсе Если вы не понимаете, о чем я, какие фейсы на интерфейсе То вы, наверное, не смотрели один из недавних выпусков ДК на моем канале ДК на Исю, там он попс Там я обсудил его музыкальные вкусы Не я, Семен Обсудили его музыкальные вкусы, предпочтения и так далее Если вы это все еще не видели Переходите на этот самый канал И там, в общем-то, все этим занимайтесь Все вот это вот делайте И так далее Также все это происходит Вот Тут у нас почему-то на каждом вот этом вот диалоговом окне написано капшин Наверное, это какая-то отсылка на каптур Типа, знаете, то, что можно приходить в гетто Там, знаете, захватывать территории Воевай Хотя, насколько я могу знать Лично из оценок моих друзей Которые снимали на Аризон РП Они, знаете ли, вот в чем дело Там система каптов Мне не особо нравится И поэтому Не, вернее, не мне не особо нравится А чувакам, которые вот там были в гетто Может быть, даже на каких-то лидерках Там стояли на прочих вещах На прочих там посты занимали Им вот все это не особо нравится Однако, я в гетто не был Да я вообще ни в какой организации на Аризон РП не был Я думаю, что это никому не будет интересно Потому что я приду в организацию Что-то там начну делать Прокачиваться, все это снимать Кому это, в самом деле, интересно Абсолютно точно никому Давайте уже перейдем Первый капшин Это у нас инфо Видимо, в данном случае у нас будет выводиться Какое-то диалоговое окно О том, что, мол, вот вы получили паспорт Там все то Все это, все не то Там нажмите окей Далее, так далее, все прочее Дальше у нас, видимо, идет диалоговое окно с паролем Куда мы вводим свой пароль И либо там нажимаем, знаете, выход Либо нажимаем то, что пароль введен верно И так далее Справа от пароля идет еще одно диалоговое окно И я не знаю, для чего оно нужно На какие цели оно вообще распространяется Для чего все это надо Я сейчас не особо понимаю Внизу мы имеем еще одно диалоговое окно Тут я... Я не знаю Если бы я не знал, как выглядит инвентарь на Аризон РП Я бы сказал, что это инвентарь Но я не знаю, что это такое Поэтому вы можете как бы написать в комментариях, что это такое Я не особо все это понимаю Идем Вот такой, знаете, правый столбец у нас Сверху справа у нас расположен айтем колумны И... Очень сложно Очень непонятно За что все это будет отвечать Но, наверное, за что-то очень важное И то, без чего мы, в общем-то, жить на всей этой Аризоне РП не сможем Дальше у нас, разумеется, все уже понятно Это покупка дезерт игла Ну и вообще, как лично я понимаю Любого оружия То есть там написано Почему два раза его можно купить Наверное, типа, это просто для примера сделано Вообще, в целом, то есть тут больше обсуждать нечего Я очень рад, что Аризоне РП наконец-то вводит на сервера свою какую-то такую, знаете, цветовую палитру Потому что это нужно было уже сделать давным-давно У всех она есть Вернее, у кого у всех-то она есть Ни у кого ее нету И если Аризоне РП будет первым проектом Который ведет свои вот эти, вот знаете, цветные диалоговые окна Это будет приятным дополнением к общей стилистике сервера Потому что, вы знаете, Аризоне РП, она такая вся красная Она такая красно-синяя Я бы даже сказал цвета полиции Или вроде того И, разумеется, если там все это будет То мы будем играть в согласии В уме В здравии И так далее Разумеется, это все шутки Ничего особо сильно для вас не изменится Как и для меня, как и для всех остальных Но в целом Сейчас, играя на лаунчере Вы сможете сразу понять Типа, что вы играете на Аризоне РП Это такой, знаете, неплохой маркетинговый ход Можно даже вот как-то так сказать Если угодно, разумеется Однако, ладно Я думаю, что на этом мы уже данный видеоролик можем заканчивать Если вам понравилось нечто подобное, можете поставить лайк Если вам не понравилось, можете поставить дизлайк Это ни на что не повлияет Но хотя бы я буду знать, что люди, посмотревшие данный видеоролик Либо оценили обзор всех вот этих вот фейсов на интерфейсе Либо все это не оценили Заходите на Аризоне РП А также мой никнейм А также мой промокод А также все остальные вещи Они находятся в описании данного видеоролика Там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал Там есть много всего И даже то, что вам не нужно Там тоже есть посты Как минимум один выходит Типа там в день Один пост в день Это замечательно, хорошо и круто Заходите, играйте и устанавливайте игру на свой компьютер, лаунчер и так далее Спасибо за просмотр, до свидания и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok